Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня для России особенный день. 80-летие победы в Курской битве. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов обратился к жителям региона. 50 дней и ночей тяжелейших боев. Более 2 миллионов воинов, в числе которых и наши земляки. Тысяча танков. Это было одним из масштабных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Но благодаря своему мужеству, стойкости и отваге, советские воины одержали победу на Курской дуге. Немецко-фашистские захватчики были разгромлены. Этот триумф стал переломным в истории и навсегда изменил ход той страшной войны. От радости, что события тех лет находят отклик в сердцах наших граждан. В честь 80-летия победы в сражении в Панеровском районе Курской области торжественно откроют мемориальный комплекс «Курская битва». Спасибо всем, в том числе жителям Карачева-Черкесии, которые не остались в стороне и оказали поддержку в открытии мемориала. Это дань памяти тем, кто воевал на полях сражений за мирное небо и счастливое будущее нашей страны. Низкий поклон участникам битвы за героизм, смелость и стойкость. Карачева-Черкесия и вся Россия будет вечно помнить и чтить подвиг героев. Сегодня Карачева-Черкесию посетил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он принял участие в ежегодном августовском совещании педагогических работников Карачева-Черкесии. Подробнее Артур Мкце. Руководитель Федерального надзорного ведомства Анзор Музаев днём ранее принимал участие в совещании работников образования Кабардино-Балкарии. В рамках визита по регионам Северного Кавказа следующей стала Карачева-Черкесия. Около центра для одарённых детей «Спутник» в Черкесии развернулась настоящая образовательная экспозиция. Вузы, колледжи и лицеи Карачева-Черкесии демонстрировали в своих шатрах плоды обучения воспитанников – сладости, предметы труда, творческие работы. Выставку приурочили к началу ежегодного августовского совещания педагогов, в котором также принимают участие представители органов власти, профильных региональных и муниципальных ведомств и комиссий. На этот раз мероприятие посетил и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. После приветственного видеообращения главы Минпросвещения Сергея Кравцова, Анзор Музаев рассказал о ряде экспериментов и решений, которые должны облегчить труд педагогов. В частности, речь идет о сокращении для учителей количества бумажной работы. Так, многие школьные наставники в дополнение к введению дневника в электронном виде по старинке продолжают заполнять и бумажную его версию. Кроме того, пока велико количество документов, которые в образовательных учреждениях собирают, так сказать, на все случаи жизни. А ведь многое можно решить на уровне региона, не вешая все на педагогов. Также глава федерального ведомства обратил внимание на важность постоянного контакта с родителями учащихся и на создание оптимальных условий для образовательной деятельности. Да, зарплата, конечно же, это, наверное, самый важный стимул в нашем нелегком труде. Но какая бы высокая зарплата ни была, как бы нелегко было с родителями, если рабочее место учителя с протекающим потолком, с отсутствием интернета, оборудования, с окнами, из которых дует и сквозит желание работать, ко всем прочим проблемам вообще испаряется. Также в ходе выступлений было обращено внимание на современные вызовы в образовательной среде и пути их решения. В частности, большое внимание должно быть уделено изучению истории. Так, уже 1 сентября в школы поступят новые учебники для 11-х классов с актуальной информацией. Во время мероприятия состоялось и чествование учителей за многолетний труд. В числе отмеченных директор 7-го городского лицея у Джигуты Зухрачемаева, посвятившая педагогической деятельности более 35 лет. Надеюсь, еще успею принести что-то новое, что-то полезное внести в свою работу. Естественно, эта награда не только моя личная. Я разделяю свою награду со своим коллективом, со своей командой. Августовское совещание почти всегда служит этаким вектором для дальнейшей деятельности педагогов республики. В этом году система образования прошла подготовку к новому учебному процессу. Учителя также продолжат уделять большое внимание не только образовательной работе, но и патриотическому воспитанию подопечных. Да и оснащение теперь куда лучше прежнего. В этом году мы сдаем 18 школ. Хочу отметить, что по поручению главы мы их сдаем досрочно. 1 сентября 18 школ у нас сдаются. 5 школ у нас остаются до конца текущего года. Из них 4 школы откроются в ноябре уже и в декабре откроется крайняя школа. Очень важно отметить, что в прошлом году мы отремонтировали 18 школ. И 5 школ у нас переходящих было из года в год. В общем количестве у нас 42 школы, которые не просто прошли капитальный ремонт, а получили новое оборудование, получили новые книжные пособия и получили новую мебель. И самое главное это блоки питания. Я всегда с удовольствием посещаю Карачаево-Черкесию, город Черкесск. Оцениваю, как всегда, по высшему баллу. Здесь педагоги, учителя. Именно в год педагога и наставника всегда радовали нас на федеральном уровне из года в год теми результатами, которые они показывают. Примечательно, что в день посещения руководителя федеральной службы на базе центра «Спутник» был открыт IT-куб, в котором школьников ближе познакомятся с сферой высоких технологий и тем, где могут быть применены полученные ими знания. Артур Мухцем, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Насколько готовы школы к новому учебному году после капитального ремонта по госпрограмме страны развития образования, рассчитанной на период с 2022 по 2026 год? Проверяла рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым и рабочей группой. Первой на повестке была школа аула Кубина. Подробности у Альбины Курачиновой-Кенжевой. Школа аула Кубина славится своими выпускниками. Многие из них стали блестящими профессионалами в сфере экономики, образования, культуры, спорта, политики, юриспруденции, промышленности. Но за более полувековой возраст тут ни разу не производился капитальный ремонт. И вот, благодаря программе модернизации, можно уверенно сказать, школу отремонтировали с нуля. Наши дети пойдут в первый класс, можно сказать, даже в новую школу. Да, новая. По партийным программам. Поэтому большое спасибо. Все красиво, четко, уютно. Детям пожелать, чтобы они хорошо учились, ввели в школу. Во время капитального ремонта заменили и восстановили строительные конструкции. В частности, отремонтировали фундаменты и отмостки. Также заменили кровлю, потолки, межэтажные перекрытия и полы, окна и двери, входные группы, лестницы. Меняет крыльцо и фасад. Довольны ходом текущих работ. Школа фактически на стадии завершающих работ. Рядом с нами здесь находятся тоже депутаты местного совета, родительский комитет, учителя. Мы задаем им вопросы, учитываем их мнение и работаем с подрядчиками. В целом, все присутствующие ходом работ довольны. Все идет согласно графику и с учетом пожеланий педагогического коллектива и родителей. Школа будет соответствовать полностью всем требованиям. Работы выполняются вовремя, что немаловажно. Детишки пойдут в школу 1 сентября, как заверяет подрядчик. Я ему верю, потому что по сегодняшний день то, что он говорит, он выполняет. И, значит, сам ремонт сделан добросовестно, качественно. У нас остается благоустройство территории, техника работает, люди работают. Может показаться, что осталось буквально здесь 10 дней до 1 сентября, плюс-минус. Но я уверен, что к 1 сентября мы откроемся. В школе имеются столовые, спортивные и актовые залы, мастерские по дереву и металлу, учебный кабинет и библиотека, музей аула и боевой славы. В настоящее время в здании и снаружи завершаются последние штрихи. А с сентября школа распахнет свои двери для учащихся аула. В школе обучается 158 ребят. А для 10 первоклассников в этом году зазвенит первый в жизни звонок на урок. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кубина. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Карачаево-Черкесия Чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 28, плюс 30 градусов. Чрезвычайная пожароопасность. У ФСБ России по Карачаево-Черкесии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 49-летний житель республики. Руководитель одного из муниципальных предприятий Черкесии за попытку дать взятку сотруднику органа безопасности в размере 500 тысяч рублей. За прекращение проверочных мероприятий на возглавляемом им объекте. На основании материалов УФСБ России по Карачаево-Черкесии в отношении задержанного Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Личные примеры и обсуждения. В Черкесске состоялся обучающий семинар для независимых наблюдателей. Готовят их к предстоящим дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва по Карачаево-Черкесии. Республиканскому одномандатному избирательному округу номер 16. О значимости работы наблюдателя расскажет Альбина Ламкова. Программа семинара по обучению общественных наблюдателей насыщена интенсивно. Большая часть занятий уже позади. Почти все получили необходимые знания о законах, условиях и алгоритмах работы на выборах. С каждым годом растет как роль общественных наблюдателей, так и требования к ним. Поэтому учеба лишней не будет. Мы объезжаем каждый район. Это полноценные знания нормативной базы. Если не будет подкона общественного наблюдателя, если он не будет юридически грамотным, он не сможет выполнять свои функциональные обязанности. Но еще общественный наблюдатель – это тот человек, который во время выборов создает тот антураж непосредственно, который говорит о том, что это демократичный выбор. Потому что, вы знаете, один из принципов демократии – это прозрачность выборов, это гласность выборов. И если нет общественных наблюдателей, ни о какой гласности выборов не идет речи. Общественный наблюдатель должен грамотно реагировать на любые жалобы и конфликты, не быть подверженным давлению. Многие из них выступают в этой роли не впервые. В одном из районов мы даже выписали благодарность, сказали огромное спасибо за длительность работы вместе с нами. Но у нас и прибывают и новые общественные наблюдатели, молодежь. Наблюдатели от общественной палаты являются независимыми субъектами общественного контроля. Они не представляют интересы отдельных кандидатов или партий, что позволяет обеспечить беспристрастность и объективность наблюдения, рассказала Елена Ляшова. Вот сегодня буквально с Ларисой Хасамбиевной мы подписали соглашение о взаимодействии с избирательной комиссией, дополнительное соглашение, которое мы подписываем каждый год. И это говорит о том, что избирательные комиссии доверяют общественной палате. У нас были заключены соглашения с партиями, с общественными объединениями, некоммерческими организациями. Это тоже говорит о том, что общественной палате и нашим наблюдателям доверяют. Елена Ляшова призвала избирателей и наблюдателей не лениться и прийти на голосование. Выборы будут проходить с 8 по 10 сентября. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаска. Проклятое золото». Первая часть. Всего доброго. До встречи. Детям России лучшее образование в мире. Мы предлагаем отменить ЕГЭ и ОГЭ в школах, повысить заработные платы учителям и воспитателям детских садов, принимать на бесплатной основе студентов в технические вузы России на конкурсной основе. 10 сентября. Приходите на избирательные участки и сделайте свой правильный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуйте за свое светлое будущее.